Саламчик пополамчик, родные. В прошлый раз я вам выдал базу по первому Halo. А это значит что? Правильно! Пришло время уже наконец-таки выдать вам базу по второму Halo. Ну и я, как настоящий професси-анал и компьютерных игр мастер, расскажу, что в этот раз с точки зрения разработки всё оказалось довольно тривиально. Ведь сиквел Halo на момент разработки и выхода первой части вроде как не задумывался. Но её успех в том числе и коммерческий привёл к неизбежной разработке продолжения. Ведь согласитесь, 5 миллионов проданных копий, да ещё и на новой никому неизвестной консоли Xbox, это довольно-таки много. И это даже не просто много. Это дохуя, а? Ну или во всяком случае это... НЕМАЛО! Дата выхода изначально была назначена на 2003 год, но переработка движка заставила сдвинуть этот срок до 2004. Даже передышка в год не дала разработкам оплатить все их идеи в реальность, поэтому некоторые мультиплеерные карты были вырезаны в финальной версии игры, как и режим Warfare, а также некоторые сюжетные аспекты, которые сильнее раскрывали персонажей. Помимо этого, студия Bungie отменила одну неанонсированную игру под кодом названия Phoenix, чтобы кинуть все силы на допиливание Halo 2. Ну а в 2003 году разработчики привезли демку на E3, чем естественно, как и задумывалось, раззадорили публику. А издатель, естественно, предвкушая успех, не пожалел денег на рекламу, поэтому Halo 2 была на всех медиаплатформах, в том числе и на ТВ. Ну а начинается игра шикарнейшего CGI-ролика, где совет Ковенанта из трёх пророков, в который почему-то не входит санбой, допрашивает командира флотилии, которая гналась за столпом осени. Ну и, как мы знаем, не догнала. Ну, как бы догнала, но Мастер Чиф, спасая вселенную, взорвал всю установку Хейла, из-за чего все вокруг яростно негодуют и даже не хотят слышать про потоп, а пару челиков из каста Планеты Обезьян уже уводят бывшего Командора. Но я уже вижу в ваши глаза главный вопрос, а где же всё это время был, а главное, что делал главный отсутствующий пророк? Пророк Санбой. На самом же деле ответ очень просто находится у вас на экране. Кушь, бараш, кушь, бараш. Ну, такая вкусная еда от пророка Санбой. Между тем, повествование переносится на рубежи планеты Земля, а именно на станцию Каир, где какой-то кучерявый чел опять корчит из себя не пойми кого. Аки в первой части с тем, что надо было посмотреть туда, потом сюда. Так и хочется уже сказать классическое... После чего нам предлагают зарядить новую броню Мьёльнир Марк 6. Но так как я играю в Аниверсари Эдишн, то тут я вспомнил про древнюю магию, которая помогает нам сквозь почти 20 лет увидеть, как мир выглядел тогда, в 2004-м. И тут я понял, что служба в армии ККОН... Да меняет человек, неужели? ...причём меняет, как Майкла Джексон, если вы, конечно, понимаете, о чём я. После же заряда батареек нам приходит сержант Джонсон и проводит нас на церемонию награждения. И следующая сцена, это опять CGI, которая довольно неплохо повествует, что происходит с проигравшей стороной и победителями. Да, я понимаю, что между первой и второй частями прошло пару лет, но всё же именно поэтому показывают, как проигравшему экс-командору Ковенантов выжигают метку на теле и на контрасте награждают людей вместе с Джоном117. И мне уже по этим сценам стало понятно, что эта игра не просто шутер, как первая часть, а... Это притча, это сказка. Но награждение прерывается нападением Ковенанта, и вот тут, наконец, начинается геймплей. Как бы сказал, классик на кончиках пальцев, ведь нас тут ждут новые пушки, турели, стрельба по-македонски, а также новые летающие противники двух видов и выход на наружную часть станции в открытый космос. И это... Просто охуенно. Не хочется быть, конечно, как самый солидный игрожур верхнего интернета, но эмоции первая миссия дарит незабываемые. И я напоминаю, что это всё существовало в 2004 году, на первом, мать его, Иксбоксе. Но вернёмся к сюжету. В общем, зачищая станцию от Ковенанта Головых, мы как бы невольно замечаем, что две другие станции почему-то взорвались. Но, как бы хорошо, что у людей будущего есть картана, которая понимает, что взрывы были вызваны изнутри соседних станций. А значит, есть нехуёвая такая вероятность, что и на борту нашей станции может быть бимба. Естественно, спустя пару перестрелок, мы её находим и дезактивируем прямо перед взрывом. Но тут начинается эпик, где Чиф запрашивает разрешение. После чего Джон загружает картану в шлем, прыгает с бимбой в открытый космос и взрывает огромный, мать его, крейсер Ковенантов, успев вернуться на корабль под названием «В янтарь одетый». Далее нам показывают, как корабль с этим же странным названием прилетает на Землю, в город Новая Мамбаса, расположенный в Центральной Африке. Как выясняется, там расположился главный корабль Ковенанта с пророком Скорби. Ну а познакомиться с ним присылают три местных аналога вертолёта. На одном из них и летит главный герой. Но вот незадача, все три вертолёта сбивают. Но вы не волнуйтесь, Чиф, конечно же, жив, а с ним даже умудрились выжить пару морпехов. Так что такими усилиями начинаем двигаться вперёд. И тут левел можно поделить на две части, где первая, скажем так, не самая интересная. Ну давай бомби! И тут я имею в виду, что начинается классика Хейла из первой игры серии, а именно удержание одной позиции по 10 минут, отражая волны врагов. И пробежки по, можно сказать, одинаковым коридором. Зато вторая часть зашла на ура. Всё потому, что нам скидывают пожилую бричку, не битую, не крашеную. Почти с завода, можно сказать. Чем вызывают неподкупную радость, как у меня, так и у мастера Чифа. А мне похуй, Саншайн. Ломайся хоть, заломайся нахуй, блядь. И теперь нам предстоит хуячить по Амаха Бич. Пока... Подождите. Теперь не обязательно даже нам хуячить за рулём. Ведь у нас теперь есть возможность посадить бомбилу за руль, который будет наматывать круги за нас. Пока мы там будем челить и кайфовать за пулемётом. Из-за чего игра сразу же получает от меня... 10 из 10 от всей души. Но, правда, челик всё равно залагал в текстуре, поэтому мне пришлось вспомнить свои драйверские навыки из первой части игры, чтобы пройти самую неплохую часть уровня. Блядь! Ёбаный блядь! Пиздец, блядь! И здесь не обязательно пытаться всех раскидать. Достаточно просто пропушить весь тоннель, невзирая на последствия. А разбавлять этот неистовый заезд своим трёпом на протяжении всего пути будет Картана. Ну вот, например, она расскажет про то, что Ковенанты даже подумать не могли, что встретят на планете Земля сопротивление в виде человеков. Блядь! Ну я не стою! Хе-хе-хе! У тебя! На другом конце тоннеля на встречают обосавшийся от страха морпехи, потому что увидели какую-то вандер-вафлю Ковенанта. Но тут прилетает дядя Богдан и скидывает нам танк с порцией воодушевляющей речи и маскулинности. Ну а сам левел можно разделить на три части, первая из которых самая скучная. Ведь 80% времени необходимо тупо ехать по направлению прямо на танке, отстреливаясь от волн врагов, а оставшиеся 20% проползли с корешами по гавноканализации. Но зато вторая часть реально доставляет, ведь тут можно сесть в тачку к младшему брату дяди Богдана и с ветерком на месте стрелка из какого-то подобия ракетницы показать этим хероголовым. Где раки зимуют? Но тут главное не забывать, что тот самый младший брат дяди Богдана может быть хитер и коварен, так что не подставляйтесь к нему жопой раньше времени. Лег пробитый! Ну и наконец третья часть левела. Это встреча с реальной проблемой и угрозой в виде жукоподобного огромного танка. И тут я подумал, да-да, не удивляйтесь, что меня сейчас будет ждать какой-то странный файт, где надо будет выискивать слабости этой машины или заниматься еще какой-то херней. А как оказалось, все, что потребуется сделать, это спрыгнуть на этого жука сверху и просто перебить там всех вместе с пилотом, что на самом деле смотрится очень даже разумно и целесообразно. Тут я могу кинуть только респект разрабам за такой подход. Но не успели бы порадоваться, что мастер Чиф завалил такие кабана. Как видим, что крейсер с пророком хочет сделать гиперпрыжок и смыться. Но тут внезапно, неожиданно появляется Миранда Киз. Это, судя по всему, дочь того самого капитана Киза из первой части, которого я называл Кейс. Но мне, если честно, как-то похуй. Так вот, мисс Карай решает подобрать Чифа и присоцаться к крейсеру Ковенанта, чтобы этот так называемый пророк не ушел от мести Гульмана. Так сказать, готовься, пророк скорби. За тобой едут, блядь, последний понедельник нахуй живешь. Она же переносит в тюрячку, где держит бывшего командора Ковенантов. Так вот, ему два других пророка, а именно милосердие и правда, предлагают смыть позор кровью и отправляют в штрафбат, в смысле, стать так называемым арбитром и убить другого элита, который сказал, что все, что вот о чем говорят пророки, это... Хич! И вообще, это ваше великое странствие... Говнище! ...но и бывший элит соглашается, надев маску из набора Джиброни Аутфит. После чего мы оказываемся на планете рядом со взорванной установкой 04 АК Хейло и идем искать для жесткой кары того самого командира еретиков, который плохо отзывался о пророках. И, конечно, это интересная затея поставить нас в один ряд с Ковенантом, но как же сложно мне было поначалу различать, где карлики врагов, а где наши. Единственным для меня отличием был цвет прицела, потому что, ну, вы ведь понимаете... Да и меч, из-за которого я настрадался в первой части, довольно-таки интересное оружие. Особенно в сочетании с инвизом. Жаль, только заряда маловато. И если вы спросите меня, поменялся ли дизайн карс ранее с первой игрой, то, например, этой части левела я скажу да. Еще как да, и еще раз да. Теперь нет вечно повторяющихся коридоров по 30-40 минут. Теперь все сбалансировано. А еще фан добавляет разнообразие оружия за арбитра, и этот вышеупомянутый меч, и какая-то лазерная херовина, и вообще весь набор оружия за Ковенанта. Но моя любимая это стрельба из двух игольников одновременно. Тот, кто додумался это вставить в игру, чертов гений. Вернемся же к сюжету. Штурмовым отрядом мы таки находим предводителей ритиков, но он успевает свалить на Банше, сказав, что надо защитить Оракула. Что бы это ни значило. Ну а мы... Естественно! ...выдвигаемся за ним на такой же пожилой бричке. И тут как бы ничего такого не происходит. Надо просто долететь из точки А в точку Б, отбиваясь от других водил Банше и карликов с ПЗРК. И вроде как это все должно быть скучно, но все это проходит под качевым узон на заднем плане. Причем разрабы поняли, что здесь не хватает именно музыки. Но только тогда, когда пилили ремастер-версию. Потому что в оригинале играет не пойми что. Вот, сравните. Ну согласитесь же, небо и земля. Долетев на одном крыле, точке Б подгружает следующий левел и катсцена. Ну и мы идем дальше выискивать босса еретиков. Здесь же сходу нас накидывается потоп. Но учитывая оружие, которым орудуют ковенанты и арбитр в частности, истребление этого самого потопа становится легкой прогулкой. Ведь вот эта хреновина, стреляющая лучом из вот такого ручного базиса, отрубает конечности и превращает в фарш любого из потопа. Собственно, как и световой меч арбитр Скайуокера. Но есть уточнение. Это оружие работает отлично только против врагов без щита. То есть вражеские элиты, имеющие щит, будут убиваться намного тяжелее. Пройдя огонь, воду и медные трубы со своими корешками, мы наконец находим еретика. Но тот говорит, «Ах, хуй тебя!» Я в домике. И вообще... «Ты лох!» «Понял!» «И кенты твои такие же!» Но как оказалось, это станция Аки Город в облаках в Старворсе. И держится она на сраном тросике. А поэтому мистеру Арбиту приходит гениальная идея в голову. Это тупо этот трос отрезать. Почти как в мультике «Ну погоди». Поэтому мы валим на лифте на крышу и режем три столба троса. После чего вся эта конструкция начинает падать. И пока она находится в свободном падении, мы едем вниз на лифте непонятно каким образом, кстати говоря. И там уже видим, как смешалось все. Кони, люди и потоп. Пробираясь через это дерьмо, мы догоняем ретика. А тот опять улетает на банши. Из-за чего, как вы уже догадались, мы тоже пересаживаемся до банши и летим за ним сто сраных метров. Буквально на соседнюю платформу. Почему разрабы просто не допилили это все CGI-графикой, я не знаю. Но я реально не вижу смысла в этом телодвижении с перелетом с платформы на платформу. Ладно, хуй с ним. Тут нас ожидает опять война всех против всех. Только с большим размахом. Под конец которой мы таки наконец догоняем ретика, и тот вроде пытается нам что-то объяснить и показывает даже виновную искру, которую ковенанты называют оракулом. Но какого-то хрена начинает палить по нам из-под тишка. Почему? Зачем еретик начал стрелять? Я не понимаю. Можно же было дальше пояснить арбитру за базар? И возможно, можно было даже с ним договориться. И знаете, почему я так говорю? Да потому что, во-первых, по арбитру было видно, что он заинтересован в этом. А во-вторых, после босс-файта арбитр сам пытается поговорить с виновной искрой. Но Бибзян Бибиджонович прерывает этот разговор, забрав искру с собой, и говорит, что пора валить. Стартует новый левел, где нам показывают параллельную сюжетную линию Чифа, который на борту корабля в янтарь одет и телепортировался в хер пойми куда за крейсером пророка Скорби. Но как оказывается, они оказались не просто хер пойми где, а у другого Хейла. И как я говорил ранее, капитаном этого корабля оказалась Миранда Киз, дочка того самого капитана Киза, который превратился в первой игре в неведомую ебак. Поэтому она, впервые увидевши такую херовину, поначалу реагирует, как любой нормальный человек. Ну, типа вот так. А потом собирает яйца в кулак и говорит, что надо узнать, зачем пророк Санбой здесь. А поэтому давайте-ка, ребятки, высаживайтесь на поверхность. Там мы, собственно, в роли Чифа с отрядом ноунеймов оказываемся на уже знакомой местности. Здесь же я, наконец, узнал почерк разрабов из первой части. Ведь сначала надо захватить аванпост, потом отбить пару волн атак. Причем, как же бесит то, что эти так называемые фантомы невозможно сбить. После к нам очень медленно прилетит волшебник в гол... Ну, просто в вертолете и даст нам точилу. Тут же я, по аналогии с недавней миссией, решил пересесть с иглы русского одобре... Да, блядь. Да что ж такое-то сегодня? Я имел в виду с водительского, естественно. Я пересел с водительского на турель. И я, блядь, это сделал зря. Так как в этот раз водилой был Ярик Шамаевич, которому... Вообще похуй ё... Стреляет там танк. Или нет нас. Настолько же... Сколько одному из этих элитов у рубильника, которые активируют мост. Все потому, что я пару раз пытался с этим световым мечом забежать и устроить резню. И оба эти раза меня врубал один тот же элит прикладом. А какого хрена? Также стоит отметить, что я тут случайно нашел терминал. Такие же, как и были в ремастере первой части. Которые теперь уже рассказывают о Лоре Палмер. И кто её убил. Чё ты ёб твою мать? Я имел ввиду о Лоре элитов, которые в простонародье зовутся Сангхейлами. И там, вот в этих вот роликах, рассказывается и про становление Ковенанта, и про Арбитры, и по классике про то... Ну, как поебался я тогда. И такие терминалы есть на каждом уровне, если поискать. А по сюжету же дальше нам скидывают танк. И мы начинаем ехать вперёд, раскидывая всех. Ну а чё? Спит нас хули. Каким-то макаром, после того, как мы слезли с танка Акистас Борецкий, находим храм этих самых элитов. И там уже в свою очередь сталкиваемся с элитами из почётного караула. Так называемыми претарианцами пророков. Если кто не понял, это прямая аналогия на претарианцев римских цезарей. То есть, личную гвардию. У них даже форма особенная. И перестреляв их, нас запузыривает на некст левел. Где пророк Скорби на своём непонятном языке втирает что-то совсем неразборчивое. Но это неразборчивое понимает Картана. И говорит, что дед не пил уже давно таблетки и поэтому хочет запустить Хейла. Тут, конечно же, можно было и усомниться в правильности перевода Картаны, но тут она делает так ХОБА! Очевидно, дед не понимает, что он делает. Поэтому командир Кис, естественно, хочет его остановить и вылетает с сержантом искать библиотеку с индексом. Аки в прошлой части. А нам оставляет на съедение пророка Скорби. И вот честно, я бы хотел сказать, что левел однообразный из-за того, что мы, по сути, просто выкашиваем килотонны противника. Но, собственно говоря, если так задуматься, то самое грозное оружие людей, а именно ГИБОРГ-УБИЙЦА! По кликухе Демон идет выдавать леща одному из самых важных куриц в иерархии Ковенанта. Так что напихать сюда как можно больше врагов было самым логичным решением для разрабов, что они как бы и сделали. Но враги, это не единственное, что растягивает нам удовольствие пребывания на этом уровне. Просто большим минусом я бы назвал однообразность локаций, по которым придется бегать около 30 минут. А если быть точнее, то нас ждет буквально одно и то же по два раза. Типа коридоры, небольшие арены, перемещающиеся горизонтальные платформы и потом подводный лифт. А потом все то же самое и все это нужно для того, чтобы добраться до мейн храма с пророком. Но не успеваем мы войти, как появляется огромный флот Ковенанта. Мне пиздец. Ой, блядь. Ой, блядь. Ну а нас ждет босс файт, где сам босс, конечно же, такой себе босс, но вот его личная охрана реально бесит. А самый большой рофл заключается в том, что у пророка бесконечный щит, который не пробит стрелковым оружием. Но зато его можно пробить световым мечом Дарта Чифа и вырубить двумя тычками с локтя. Все, как вы понимаете, читбан и тучил. Флот Ковенанта, естественно, такой рофл не понимает и решает просто стереть весь этот храм к чертям, что и делает. А мастер Чиф падает в местную лужу и косплеит мистера Макса Пэйна. И казалось бы, Чиф помер, ну и как бы все. Но тут огромная тентакля местной ебаки хватает и утаскивает Джона вниз, говоря, что это еще не конец папаша. Подгрузив новый левел, подгрузилась и новая заставка, в которой пророки из-за провальной охраны почетного караула решают заменить элитов, из которых и состоял этот караул, на бебезьян, а в простонародье брутов. Присутствующему при этом позори арбитру дают новую задачу. Достать из карантинной зоны индекс Хейла для начала великого странствия, информацию о котором они получили, естественно, от виновной искры. На Хейла же арбита попадает в неловкую ситуацию, ведь, ну вы помните мою любовь к уровню библиотека из первой части? Ну представьте, что все так и осталось. То есть чисто дизайнерски это нечто другое с вертикальными шахтами и серфом из контрстрайка, но фактически это тот же бесконечный отстрел потопа летающих дроидов говна. Причем по старой традиции здесь решили повторять некоторые части локации по несколько раз. Не так, конечно, жестко, как в первом Хейла, где у меня сгорела жопа, но все же такой расклад мне не по душе. И сам рофл заключается в том, что эти самые дублирующие локации обычно находятся по соседству, из-за чего испытываешь дежавю и эффект Сколько можно, блядь? Сколько можно, ёб твою мать, блядь, вы, блядь? И вырезав эти абсолютно ненужные повторяющиеся локации, игра бы не особо потеряла, а наоборот бы избавилась от лишней духоты, как по мне. Но есть тут и относительно положительные моменты. Первое, это прокаченные ИИ потопа, которые умеют теперь прятаться за укрытием, чтобы внезапно атаковать. И второе, это новая фишка от мелких коротышей, которые теперь могут вселяться в трупы своих же зараженных корешей и оживлять их. Нихуя жевлять! Также могу добавить, что переделанные модельки этих же коротышей теперь немного пугают. В отличие от первой части, где мне лично было смешно от того, как они перемещаются своими лапками. По сюжету же считайте, что здесь ничего не происходит, потому что мы тупо бежим вперед и стреляем, иногда перехватывая разговоры людей. Под конец же мы встречаем своего уже хоуми и бесто френду Ртаса Вадуми. Или как-то так. В общем, это элит без куска челюсти или что там у него за щупальца на чучле, я не понимаю. После такой встречи разрабы решили сделать еще одну гениальную вещь. Ну, это как бы что-то на уровне, как пахом принес покушать, а может быть даже и выше. Короче, нас заставили еще 5 минут дефать небольшой кусок территории, чтобы по окончании закинуть нас на следующий левел, дальше искать индекс. А к этому уровню больше всего подойдет поговорка. Если пасос неизбежен, сосать нужно первым. По такому принципу и начинаем играть. Ну, в смысле, посасывать, посасывать и еще раз посасывать. Врагов здесь просто не эпическое такое количество, потому что здесь воюют все. И люди, и ковенанты, и потопы, и даже еретики-отступники. И если ковенанты и люди как-то нам не особо страшны, то вот потопы это просто... Да ирые нахуй, честно сказать, ебал я в рот, бля. Потому что они стали просто гигачадами от мира Хейла. В каждого надо впускать теперь по обойме из любого оружия. А их просто толпа, из-за чего файты превращаются в сраный Банни Хоу по всей локации. Но это все было о наболевшем. Теперь же о самом уровне. Он условно разделен для меня на две части одним синематиком. Первое, это то, где она доездит на ковенантских супрах и отхватывать во время перебежек от потопа. А второе, это то, где она тупо стоит на платформе и отстрелив все тот же потоп в каком-то просто огромном количестве. Но все это заканчивается новым мувиком, где мисс Миранда, не будучи очень умным человеком, пытается добраться до индекса, взявшись за незакрепленную веревку. Но сержант с одним лицом на всех сержантов приходит на помощь. Арбитр наконец устает смотреть на всю эту хрень и решает навалять всем, начиная с сержанта, который еще и умудряется попытаться запикапить арбитра любимой фразой Джо из сериала Друзья. За что и был кинут борцухой на прогибля. Ну а Миранда, пришедшая на помощь, также получает по щам. После чего приходит мистер Биби Джон и забирает белый женщин, а также индекс. И ну еще как бы так и не значая, говорит арбитру, что всю его расу теперь уничтожат по приказу пророков. А самого арбитра с фразой А вам не кажется, что ваше место возле параши? скидывает вниз в пропасть, где начинается новый мувик и довольно-таки интересный. Там в какой-то помойке огромный тентакли монстр держит в одной щупальце Чифа, а в другой арбитра и говорит, что Вы, подлатый говнари, меня заебали последнее время. Мол, вы все время говорили, а я слушал, теперь же все сделаем наоборот. И вызывает на сцену смотрителя вот этой действующей установки Хейла, и говорит, что пора бы начать восстанавливать, если вы, конечно, понимаете, о чем я. Тут же появляется пророк скорби, который вроде как умер, а вроде как этот тентакливый монстр и оживил его. А писать я вот то, что происходит, могу только так. Как живой? Ну, сука, не живой, ебать! И говорит, типа, лол, вы о чем? Надо же исполнить великое странствие. Ну, а могильный разум отвечает, что то, о чем говорит смотритель и то, о чем говорит пророк, конечно, ну, я одно и то же. А еще добавляет, что пророки это идиоты. Если они сделают то, то, о чем говорит тентакливый монстр. Поэтому могильный разум со словами «Судьба свела нас врагами», но это кольцо сделает нас братьями, а кичерепашек-ниндзя кидает в телепорт. Кадр сменяется, и мы видим, что Чиф попадает на высокое милосердие, прямо к пророку истины с индексом. По началу этот левел кажется просто идеальным. Новый вид врагов, новое оружие, новые локации высокого милосердия, которые довольно хорошо смотрятся после ремастера. Но в тихом омуте черти водятся. А поэтому я сейчас вам поведаю главную проблему этого левела. Готовы, да? Это мосты. Я не шучу, здесь их запихнули такое бред количество, что ни в одном городе мира не существует. И разрабы даже не попытались как-то скрасть это все. Просто выходишь на арену, после чего следует мост. Потом опять арена, и опять мост. Потом еще раз арена и мост. А потом, ну вы не поверите, еще раз арена и мост. Мне эта хрень напоминает один ролик, только в контексте того, как один из лидов студии дрючил геймдизайнера, чтобы тот выполнил норму по количеству мостов. Ну и диалог, соответственно, у них был примерно такой. Ну, бля, сколько? Немало. Бля, ты мне мозги не еби, я спрошу, и сколько? А теперь серьезно. Левел реально создавали садисты. Ведь помимо кучи мостов сюда втулили вообще все виды врагов. Ну, кроме потопа. Но зато большинство из них это элита армии Ковенанта. Это, во-первых, Бибиджоны, во-вторых, вот эти вот бугаи со своими базуками, которые стреляют зеленой плазмой. А в-третьих, вот эти элиты в белой броне, которых просто так тоже не убить. На каждого из них уходит не по одной обойме или заряду с любой пушки. Одним словом, им просто-напросто похуй на любой дамаг. Поэтому не то, чтобы между файтом мне приходилось искать стволы, патроны и гранаты, а мне приходилось это делать во время файтов. Причем убегать с этих сраных мостов приходилось на предыдущие локации для этого. А сюжетно это объясняется тем, что смена власти с элитов на Бибиджонов не понравилась первому. Ведь это как бы смена осуществляется посредством расправы над элитами. И в этом всем бардаке мы сначала 15 минут освобождаем морпехов, а потом еще 40 просто бежим вперед, подбирая кал, параллельно стреляя во все, что движется с переменным успехом. Единственный плюс, на который я обратил внимание, это был такой неплохой металловый запил под конец уровня. Такое мы уважаем. Пройдя последний мост, аллилуйя, что такое вообще существует, стартует заставка, в которой Бруты ведут Миранду и Сержанта Джонсона. А куда ведут и зачем? Но зато после передачи индекса Тартарусу от Пророка Истины вдруг появляется личинусы потопа и приносит немного сумбура в данную деловую встречу. Да причем настолько удачно, что умудряются инфицировать Пророка Милосердия, на чем Мувик и обрывается. А нас же уже загружает на новый левел в роли арбитра. Только я так и не понял, где мы находимся. Скорее всего... Да хуйная где, нахуй, бля? И нам предстоит просто тупо идти вперед по самым узким коридорам, которые вы вообще только видели в шутерах. Но понимаете, учитывая местоположение рядом с рекой, я шел прямо и... Я, блядь, в твоем познании настолько преисполнился, что понял одну простую истину. Зачем вообще нужна стрельба в Баби Джона? Это ничего уже не исправит, ведь на этом уровне вообще ничего сюжетно не происходит. Поэтому я просто взял и заспидранил почти весь уровень. Почему почти? Потому что под конец, видимо, разрабы поняли, что игроки могут прибегнуть к такому способу прохождения уровня, и без того узкий коридор решили закидать еще большим количеством врагов. И я имею в виду это тройные спауны, которые просто не дают продохнуть. А чтобы вы не думали расслабляться, внизу вас будут поджидать танки. В общем, со стороны разрабов это, знаете, был такой... Петушиный поступок. Добежав все же до конца, встречаем Железный Капут, в смысле нашего кореша без части челюсти, которого зовут Тартаса Вадуми. И обсудив сложившуюся политическую обстановку, они видят два корабля с защитщиками торжества во главе с Тартариусом. У последней уже в свою очередь в заложниках имелась Миранда. После чего она степает на историю с Чифом, где уже запузырился следующий CGI ролик. А там наш бравый воин узнает от умирающего милосердия, что истина собирается на землю вместе со своим флотом. Картана после этого говорит, что расположенное в центре города здание это древний дредноут-предтеч, а истина направляется туда, чтобы уничтожить земля. Нихуя же, блядь! Чиф напоминает 3D-тянке, что Тартарус может активировать Ореол. Картана в свою очередь отвечает, что в случае наихудшего варианта развития событий она взорвет в янтарь одетый, который каким-то образом застрял в обшивке высшего милосердия. И от этого взрыва разрушится как милосердие, так и Хейло. Но она это сможет сделать, лишь оставшись в местной системе. После этого они видят, как рядом с ним высаживается десантура потопа. А это значит, что появилась новая работенка для Демона 117. И знаете, этот уровень построен так же, как и предыдущий. И я довольно быстро смекнул, что можно забить огромный такой, да просто-таки гигантский, 5-миллиметровый ху-болт на эти все файты. Пока там потоп, знаете, разбирается с Ковенантом, а Боби Джоны с элитами. И просто пробежать мимо всей этой суеты. И пока я это делал, меня повеселил один забавный факт, вот в одной из локаций они решили установить один большой, сука, механический, очень медленный лифт. Ну нахуя? Пробежав уже весь уровень, Чиф попадает в еще один, но уже зеленый турболифт, который ведет в тот самый корабль-предтечь, на котором сейчас находится истина. А так как этот корабль уже улетает в сторону земли, то Джон прощается с Картаной Шпек. Шпак, это не твоя баба! Ты к ней никого отношений не имеешь! И уровень заканчивается, плавно перетекая в новый, перенося нас как игрока в тот самый момент, где арбитр встретил куда попал арбитр, это то, с чего начинается великое путешествие. Именно тут Тартарус должен применить индекс. А могильный разум, видимо, по какому-то могильному дискорду говорит, что они должны остановить Баби Джона и не дать ему провернуть ключ в этом самом неприступном здании. И поначалу кажется, что это нереально. Но Друган говорит, что знает, как это сделать и говорит следовать за ним. По каньонам говна тот выводит нас к самой передовой разработке Ковенанта, а именно к Скоробею. Но как же в нее попасть? А ну хера узнает. На самом деле, зная разрабов, я сразу понял, что ситуация хуй в говне. А поэтому ближайшие 10 минут меня ждали мои любимые коридоры. Если кто не знал, то бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на мосты с коридорами в Хейло. И тот, кто это не прочувствовал, тот лох, цветочный, толстый, сиськастый хуй. Ну а я, будучи терпилой в квадрате, решил по своему обычаю затерпеть и допройти то, что мне было предначертано. Поэтому я дошел-таки до Скоробея, а там увидел, что в Ундербафле оккупировал сержант. А нам по лошарскому обычаю дали сраные банши. Типа летай, тут стреляй со всеми и собирай чекпоинт. А те, кто не верит в историю с чекпоинтами, просто смотрите на экран. Как гигантская хрень стоит на месте и ничего не делает, пока я не завалю танкистов. Ну и дальше меня ждала самая неприятная вещь, за которой я стал супер-мега-терпилой. Ну как бы поначалу я был сверхразумистым и умным не по годам, свалив с этой сраной банша и тупо пересев на скоробей. Но моя радость была окончена ровно в тот момент, когда машина говна стала еще раз на месте. Прямо перед выстрелом в ворота здания Притечь, где находился Тартарус. И поначалу я подумал, что надо разобраться со всеми вражескими банши по аналогии с прошлым разом. Поэтому я жестко вычислял всех говноедов и боролся до последнего. Но ничего не произошло. Поэтому я решил спуститься вниз, благо путь к этой возможности я нашел. Но там меня поджидали танки и новые банши, из-за которых я и откинулся. Но сделав это, я понял, что чекпоинт, который заставляет наконец стрелять нашего дона сержанта в цель, находится буквально в двух метрах перед остановившимся скоробеем. И как я только не пытался взять этот чекпоинт, малые. Как же я ненавидел себя, что я покинул банши в начале этой главы. И как же сильно я матерился и бил по столу. Это невозможно представить, это надо все прочувствовать. Сука, бля, горло выгрызу, нахуй, любому выблетку, нахуй. В какой-то момент я уже почти сдался и даже думал зарестартить весь левел по новой. Можно сказать, смирился с этим. Но тут мне дико повезло и я смог, как и Нео, вернуться от всех выстрелов в мою сторону и забрать следующий чекпоинт. А потом, разоспятого, и вовсе смог долететь на новеньком подогнанном банш от корешков в раздолбанные ворота центра запусков Хейла. И вы даже себе представить не можете, насколько в этот момент я уже был вымотан. Но впереди меня опять ждали коридоры, которые закончились тем, что я таки нашел Тартаруса. Арбитр же в заставке пытался вразумить Баби Джона, что то, что он делает, это верная смерть. Но так как у Иржана явно IQ был где-то на уровне двоечки, которую ему батя в детстве прописал, то тот психует и активирует Хейла. Она ждет очень жидкий босс-файт, потому что, как оказалось, у нас за спиной была целая армия элитов, которой Биби Джон Иржанович ничего сделать-то и не смог. Затем же Миранда вырывает индекс из потока энергии и вроде как всех спасает, остановив запуск Хейла. Но почему-то посылается сигнал о переходе в безопасный режим остальным кольцам. А это значит, что их уже нельзя активировать стандартным способом, потому что все Ореолы теперь контролируются с Дредноуда предтеч, с того самого, на котором улетел Истина, а вслед за ним и наш спартанец Чиф. В этот же момент нас переносит на Дредноуд, который появился у планеты Земля. И я тут подумал, ну, все, наконец финал, где Мастер Чиф опять всех спасет. Но нет. Игра просто тупо заканчивается. Да, на эпичной фразе Джона, но все равно просто заканчивается, как очередная серия сериала на самом интересном месте. Чуть не понял, ты че, бля? Я чуть не понял, бля. Ты че, прикалываешься, что ли, че, бля? И пусть я немного в шоке от концовки, но я должен подвести некий итог тому, что я увидел. И я должен начать с явных плюсов. И первое, это то, что игра поначалу супер бодрая. Всегда что-то происходит, не успевая надоедать. Как пример, могу привести самое начало, где перестрелки происходили в самой орбитальной станции, потом снаружи, потом опять внутри, и все это за какие-то 10-15 минут. Второе плюс, это новые способности Чифа и новое оружие. Стрельба по-македонски иногда жестко роляла, особенно с игольником. Также лично мне доставило бегать с мечом в руках, ну, до второй половины игры. Потом же это оружие становится просто бесполезным. Третье, это ролики и еще больше сюжета. Вот тут уже реально чувствовался размах бюджетов более чем 100 миллионов долларов. Настолько качественно подавать сюжет на тот момент могли немногие. Да и вообще я не знаю, мог ли кто-либо тогда посоперничать в 2004 с Halo 2 в этом плане? Сюжет тоже подан неплохо. Особенно то, что нам как бы пришлось посмотреть на историю по двумя разными углами. С одной стороны, это были люди и Чиф, с другой стороны, Ковенант и Арбитр. Причем прописано оба персонажа очень даже хорошо. И это в 2004 году. До второй ластухи еще как бы далековато. Поэтому Дракман мог бы подсмотреть, как сделать сюжет своей игры неубогим. Теперь перейдем к минусам. Первый и самый важный это однообразие и репетативность под конец игры. В общем, тут присутствует та же проблема, что и в первом Halo. Второй же минус это блевотная цветовая гамма оригинала. И вы не поймите меня неправильно. Ремастер реально исправил эту проблему. Но на оригинал же как-то без слез и не взглянешь. Да и меня, если честно, блевать тянуло от желто-зеленого фильтра абсолютно на всех картах. И третий минус это обрывание истории в конце и задел на третью часть. Для меня это было как-то слишком небрежно и неожиданно. В первой части с этой задачей справились получше. Хоть и не планировали от слова совсем. А теперь давайте же наконец поставим оценку. Как мы помним из моего прошлого обзора Halo 1 была поистине легендарной игрой, которая стала родначальником не побоюсь такого слова всех современных. Подчеркиваю, современных шутеров. А поэтому я начинал оценку с 12 из 10. А потом снизил ее на 3 балла и игра получила 9 из 10. В этот раз сиквелу я такой поблажки не сделаю и отниму 2,5 балла от уже стандартных 10. А полбала я сниму вместо одного, потому что мой дайоб с ЦК все же с годами разрабы нивелировали. Поэтому довольно неплохой сиквел, который мне больше понравился, чем нет, получает 7,5 ержанов Баби Джоновичей из 10 возможных. А перед тем, как попрощаться, я бы хотел сказать спасибо людям, которые верят в меня и поддерживают мои обзоры и стримы рублем. Большое вам спасибо. Также, если вам понравился ролик, поддержите обзор лайком и подпиской. Это тоже очень важная поддержка для меня и моего канала. А если вы еще и на телеграм-канал подпишетесь, то цены вам не будет. На этом же я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока, пока.